Итак, друзья, продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ. Наша ежедневная двухчасовая программа, которая состоится из двух частей. Еще раз напомню, для тех, кто только присоединился к нашему эфиру, напоминаю, у нас бизнес-канал. Первая его часть посвящена разговору о финансовых рынках. Мы о них уже, слава Богу, поговорили. Дай Бог им доброго здоровья. А сейчас вторая часть. Называется она «Бизнес-класс». Мы в эфире этой программы встречаемся с успешными российскими бизнесменами. Ну и говорим о многих интересных вещах. Сегодня программа особенно, на мой взгляд, важная. Программа, тема ее особенно важная, особенно значимая. Звучит она так. «Социальная ответственность бизнеса». Социальная ответственность бизнеса. Тема сегодня бизнес-класса. Я бы подчеркнул слово «ответственность» прежде всего. Ну и, естественно, слово «социальное». А что это такое и как она выглядит, мы сегодня говорим с моими гостями. Итак, я представляю с удовольствием. Сегодня в студии Ирина Кочигина, руководитель отдела маркетинга группы компаний «Джамилько». Добрый день, Ирина. Добрый день. Все правильно я сказал? Добрый день. Спасибо. Да, все. Все правильно. И в студии бизнес-класса Марина Зибарева, директор по коммуникациям компании «Пепсико». Добрый день, Марина. Добрый день. Уважаемые слушатели, для вас информация традиционная. Телефон в студии, телефон прямого эфира 651099,6, код города 495 и сайт компании finam.fm. Поскольку эфир прямой у нас, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. Вы можете позвонить, либо написать на сайт, и мои гости ответят на ваш вопрос. Ну и начиная эфир, да, если позволите, я такой превью сделаю. Итак, уважаемые слушатели, для вас прежде всего. С 23 по 25 августа 2013 года на территории Москвы и Калужской области пройдет велопробег «Спорт во благо» в поддержку детей синдромом Дауна. 25 августа все желающие, подчеркну, примут участие в финальном заезде «Лужники-Красная площадь» и «Вело-праздники на Васильевском спуске». Благодарительный фонд DownsideUp приглашает вас на главное событие – лето. Только на велопрогебе «Спорт во благо» сотни людей всех возрастов и профессий на три дня превращаются в велосипедистов, чтобы преодолеть 180 километров и собрать 9 миллионов рублей на развивающиеся программы для детей синдромом Дауна. Это не соревнование, а возможность без автомобиля и пробок проехать по живописному маршруту и одновременно поддержать детей, которым нужна помощь. Регистрация участников на сайте www.sportvoblago.ru Значит, эту информацию я еще чуть позже повторю. И, уважаемые слушатели, она, прежде всего, адресована вам. Ну и давайте начнем наш разговор. Уважаемые гости, Ира, Марина, мне интересует, конечно же, ну и ваше мнение, прежде всего. Что такое социальная ответственность? В чем она? Социальная ответственность бизнеса? Что это за ответственность? В чем ее социальная составляющая? Кивают друг на друга мои гости. Кто начнет первым, кто вторым? Но это не суть ваша. Давайте, Ира, с вас начнем, да? Давайте, да. Ну, конечно, это очень такая масштабная тема. Безусловно. Да, социальная ответственность. Она включает в себя не только благотворительность. И я могу сказать, что для нашей компании социальная ответственность, в первую очередь, это создание дополнительных, создание рабочих мест и качественного продукта для наших клиентов. Я бы даже, если позволите, да, причеркнул, что в нынешние времена социальное ответственность это не только и не столько благотворительность, да? Да. А это некое активное участие уже непосредственно в трудовом процессе, да? Продолжайте. Да, именно так. Я просто хочу сказать, что мы полностью выполняем свои обязательства, как социально ответственная компания перед своими сотрудниками. Специфика нашей компании в том, что в основном это молодые люди. Средний возраст сотрудников 29 лет и, в принципе, те, кто трудится в розничном направлении нашей компании, то, конечно, это в основном студенты и молодые. А, кстати, если не секрет, а почему именно такой возрастной ценз у вас? Или так сложились звезды просто, так сложилась жизнь? Ну, это связано с спецификой бизнеса. Я в двух словах хочу рассказать, чем занимается компания. Компания «Джамилька» является одним из лидеров российского рынка дистрибьюции и маркетинга высококачественной модной одежды и аксессуаров от ведущих мировых производителей. Соответственно, достаточно большая часть нашего бизнеса – это розничная торговля и позволяющая работать с гибким графиком для молодежи. Ну и одежда, я так понимаю, тоже, да? Молодежи, молодежного сегмента достаточно значительно присутствует. Соответственно, молодежи очень комфортно работать, когда есть гибкий график. И это одно из наших конкурентных преимуществ. Кроме этого, мы провели там некоторые исследования в компании. Мы за счет того, что мы достаточно стабильно и давно работаем на рынке, у нас достаточно много еще за того, что модный бизнес и связанный с одеждой и аксессуарами, достаточно много девушек, молодых женщин. У нас выросла рождаемость. О, какая прелесть. Ира начала эту фразу, и она так мило заулыбалась. Я думаю, боже мой, о чем сейчас будет речь? Вот, оказывается, то есть компания «Джамилька» еще и борется за демографическую ситуацию в Одином Отечестве. Это здорово. Краткая справка. На данный момент у нас 1500 сотрудников, и приходится 500 детей на 1500 сотрудников. Да вы что? На каждых троих сотрудников по одному ребенку. И 25 сотрудниц компании являются многодетными родителями, имеют 3-4 ребенка. И все это молодежь. Здорово, здорово. Есть чем похвалиться. Марин, давайте теперь, да, вы как директор по коммуникации компании ПФСИКО. Ну, во-первых, еще раз я повторю вопрос. Меня очень интересует, в чем в нынешние времена, да, выстраивается социальная ответственность бизнеса? Как это выглядит? Вы знаете, мне очень нравится ваш вопрос, как звучит, как он построен. Прежде всего потому, что еще несколько лет назад этот вопрос звучал по-другому. В основном спрашивали, объясните нам, пожалуйста, что такое социальная ответственность бизнеса. И я вижу, какой прогресс был сделан в последнее время, когда все-таки перестали спрашивать, что это такое. Нет, было бы еще забавно, что вы мне сказали, Олег, а помните, да, сколько там, 5 лет назад вы ставили вопрос вот так, что такое социальная? А сейчас вы немножко подросли все-таки. К сожалению, 5 лет назад вы нас не приглашали, может быть, другие. Вот, поэтому сейчас уже, слава богу, такой вопрос не возникает. Он не возникает ни как у людей, которые этими занимаются, ни у общества в целом. То есть все уже более-менее привыкли к этому термину и понимают, что он обозначает. И здесь как раз для компаний, безусловно, уже все компании, большинство считают себя социальными ответственными. Но теперь для компаний сейчас очень важно для себя определить, что для них действительно значит социальная ответственность. И прежде чем я расскажу вам о том, что же это значит для компании PepsiCo, мне все-таки бы хотелось начать с того, чтобы рассказать, что вообще такое компания PepsiCo. Потому что, несмотря на то, что все знают о такой компании, но немногие действительно понимают, что стоит за этой компанией. После приобретения компании Wimbledan в 2011 году мы стали крупнейшим производителем и крупнейшей компанией по производству продуктов и питания в России. Это более 30 заводов и более 27 тысяч сотрудников по всей России. Это говорит о том, что у нас очень большая ответственность. Большая ответственность прежде всего перед нашими сотрудниками, перед акционерами, перед нашими партнерами, перед нашими заказчиками, перед местными сообществами, где располагаются наши предприятия и перед обществом в целом. Отсюда, собственно говоря, и возникает наше понимание социальной ответственности, что мы ведем свой бизнес, учитывая интересы как местных сообществ, так и общества в целом. И это выражается в самой разной форме. Если мы, например, говорим о поставщиках, здесь достаточно упомянуть, что мы работаем более чем с 500 поставщиков молока. Мы несем ответственность за их бизнес в том числе. Поэтому, когда речь стоит о том, что сельское хозяйство развивается недостаточными темпами, мы стараемся внести свой вклад в развитие сельского хозяйства. И это заключается в том, что мы помогаем в совершенствовании научной базы. — Марина, если позволите, я прерву вас на секунду. Смотрите, нет ли здесь парадокса? Я с точки зрения бизнес-класса выступаю. С одной стороны, вы занимаетесь бизнесом, это вещь достаточно жесткая. И взаимоотношения с поставщиком регламентируются, если позволите, такими, я бы сказал, технологически финансами, какими-то параметрами. И в то же время вы говорите, что мы по отношению к поставщикам все-таки за них в чем-то ответственны. Нет здесь парадокса? — На мой взгляд, нет. Потому что эта ответственность как раз и состоит в том, что мы не просто заинтересованы в получении от них определенного товара за определенную цену. — Совершенно верно. — А мы заинтересованы в том, чтобы этот товар производился наиболее эффективным способом, и чтобы уровень жизни, в том числе наших поставщиков, благодаря этому повышался. — Я понял. Спасибо. Мы сейчас прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня в гостях Ирина Кочигина, руководитель отдела маркетинга группы компании «Джамилько», и Марина Зибарева, директор по коммуникациям компании «Пепсико». Тема эфира «Социальная ответственность бизнеса». Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы моим сегодняшним гостям. Марин, продолжим наш с вами диалог. Итак, социальная ответственность бизнеса компании «Пепсико». — Завершая свой ответ на ваш вопрос, я скажу о том, что корпоративная социальная ответственность для нас — это не просто участие в благотворительных мероприятиях или строгое соблюдение любого законодательства. Это образ жизни компании, при котором во всех областях деятельности мы учитываем интересы общества. — Ну, давайте так, я благодарен вам за ваш ответ. У нас такие официальные друг к другу обращения. Я благодарен вам, Марина, за ваш ответ, но все равно это не стало понятнее. Вы уж извините, пожалуйста. Ну, по крайней мере, для некого ресерча официального такого, да, я думаю, что это нормально. А если можно, давайте расшифруем все же. Прозвучало, и это вполне нормально, это очевидно, прозвучало и от вас, Ира, и от вас, Марина, слово «благотворительность». Я понимаю, что, еще раз повторю, оно сейчас в рамках социальной ответственности не на первом месте стоит, но, тем не менее, да, ваши компании занимаются. Правильно я понимаю? — Да, правильно. — И расскажите поподробнее, как это выглядит. — Если говорить о разного рода благотворительных направлениях в компании, то одним из ключевых на сегодняшний день, да, у нас достаточно тесная связь с фондом «Даунсайдап», который мы поддерживаем уже более 16 лет, и в рамках работы фонда есть направление в фонде «Спорт во благо», с которым мы достаточно фокусно работаем по нескольким проектам. Один из проектов — это как раз «Велопробег», про который вы как раз в начале программы говорили. Помимо этого, есть еще и пробег «Нью Баланс», который мы уже в течение нескольких лет делаем совместно. И вот направление благотворительности в нашей компании, оно как раз является частью вот той социальной ответственности, про которую мы в самом начале говорили. — Я понял. Спасибо. Марин, как благотворительные акции выглядят в PepsiCo? — Мы поддерживаем несколько благотворительных фондов. С фондом «Даунсайдап» мы сотрудничаем не так давно, как наши коллеги из Джамилька, около четырех лет. Но также мы сотрудничаем и с некоторыми другими организациями, например, благотворительным фондом «Дорога вместе». Участвуем в ряде спортивных благотворительных мероприятиях различных фондов. И в конце 2012 года мы присоединились к движению «Фудбайинга». Это инициатива, которая направлена на предоставление продукции, которую мы производим в качестве благотворительной помощи социально незащищенным гражданам. Это основные направления. — Это основные направления, если мы говорим о благотворительности. — Абсолютно верно. — Хорошо. Более-менее понятно стало, по крайней мере, это часть социальной ответственности. А теперь, если можно, давайте расшифруем все остальное. Я опять обращаюсь к разговору с Мариной, к фразе Мариной, что социально ответственности они, я так понимаю, в компании видят во всех направлениях, что называется, деятельность. Это и взаимоотношения с партнерами, со своими бизнес-партнерами, это и, соответственно, взаимоотношения со своими сотрудниками непосредственно. Отношения, я не знаю, с представителями инфраструктуры, в которой они оказываются в той или иной момент. Вот если можно поподробнее об этом. Ир, ну давайте с вас традиционно начнем. — Да, и я не могу так разносторонне, как у Марина, дать комментарий. Мы в большей степени направлены на взаимоотношения с сотрудниками. И вот те проекты благотворительные, которые я анонсировала, они не единственные, которые есть в компании. Дело в том, что компания «Джамилька», являясь крупным дистрибьютором более чем 30 марок одежды, представляя их на рынке, мы стараемся адаптировать те программы глобальные, которые у марок есть. Мы их все поддерживаем здесь, в нашей стране. В частности, например, у марки «Тимберленд» есть волонтерская программа. Это не совсем благотворительная, да, это волонтерская инициатива. Их несколько. Одна из них — «День земли», который, в принципе, достаточно значимый на глобальном уровне, и в нашей стране мы тоже это поддержим. Вовлекая в эти программы сотрудников, мы развиваем их с точки зрения социальной ответственности как личности. То есть это, ну, не совсем может быть вот в том ключе, как рассказывает Марина, как у нее в компании. Наш акцент именно на работе с сотрудниками. И вот те волонтерские инициативы и благотворительные инициативы, наша основная задача, это пусть их не так много в течение года, но они в большей степени ввлекают большее количество сотрудников. То есть волонтерские программы и благотворительные программы, наша основная задача — это развитие определенной социальной ответственности среди людей как личности. Причем среди людей, сотрудников компаний. Понятно. Марин, поделитесь вашими взглядами на эти вещи. Олег. С сотрудниками наверняка, ведь вы тоже, да, каким-то образом проводите работу. Да, безусловно, это очень важная часть работы. Я бы, наверное, хотела немножечко в другую сторону повернуть наш разговор, если не возражаете. Не возражаете. И еще употребить один очень интересный и модный термин, который я ожидала услышать от вас, но пока не услышала, это устойчивое развитие бизнеса. Я приберег его просто на следующую часть. Извините, я вас опередила. Хорошо. Давайте начнем. На мой взгляд, как раз эти два понятия — социальная ответственность и устойчивое развитие бизнеса — они разрывно связаны друг с другом. Это, собственно говоря, почему компании чувствуют социальную ответственность. Потому что социальные инвестиции, они, в общем-то, являются основой для сбалансированного роста компании, для его устойчивого развития. Бизнес может развиваться успешно только в здоровом и сильном обществе. И поэтому для компании важным условием является, прежде всего, забота о сотрудниках. А дальше это уже забота о потребителях, об экологии в том регионе, где находятся. То есть в здоровом, в буквальном смысле слова, я так понимаю, да? В здоровом обществе, вы сказали. Бизнес может устойчиво себя чувствовать только в здоровом обществе, в буквальном смысле слова. Это, скорее, обобщенное понятие, которое подразумевает, безусловно, как и здоровье физическое, так и его способность развиваться. В том плане, что семьи имеют возможность воспитывать детей, тратить достаточное количество средств на питание, на образование, на медицинское. То есть это благополучное общество в самом широком смысле этого слова. И в этом отношении мы подходим как раз к такому общему вопросу. Это забота об обществе, следуя принципам ответственного соседства. Для нас еще очень важным является, поскольку у нас очень много предприятий, и в некоторых городах наши предприятия являются городообразующими, это в том числе поддерживать местные сообщества в партнерстве с государственной властью. Мы тоже находим это. Вот это здорово, это, кстати, очень интересный, ну и, наверное, очень важный вопрос для бизнеса, как минимум. Это взаимоотношения с властными структурами, партнерство. Вот Марина предложила замечательный термин. Удается это делать или не всегда все же? Я, опять-таки, представляю, что поскольку вы достаточно широко, географически расположились на территории Российской Федерации, то есть какие-то личностные факторы, может, на первое место выйдут. Безусловно, бывает. В целом я могу сказать, что да, удается. И чем больше мы работаем в этом направлении, тем больше успеха мы видим. Конечно, все еще бывают такие ситуации, когда местные администрации пытаются переложить, так сказать, свою ответственность на бизнесы. Кстати, у администрации есть социальная ответственность? Ну, она по определению должна быть. Безусловно, с этим в ряды кто-то будет сборить. Да, но вот здесь вот как раз именно важно находить компромисс и работать в партнерстве. Потому что, конечно, бизнес не будет брать на себя решение каких-то социальных задач, если они не соприкасаются с его интересами. С интересами бизнеса. Абсолютно верно. У компании, компания не может, да, тут тоже надо понимать, помогать абсолютно во всех сферах. Именно поэтому, да, когда мы с вами говорили о том, что социальная ответственность сейчас присуща большинства компаний. Марина, я прошу прощения, я вас прерываю. Дело в том, что нам сейчас нужно уйти на очередную паузу, потом мы вернемся, продолжим общение. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Тема сегодняшней программы – социальная ответственность бизнеса. Обсуждаем мы ее сегодня в студии с моими гостями. В студии бизнес-класса Ирина Кочигина, руководитель отдела маркетинга группы компании «Джамилько». И Марина Зибарева, директор по коммуникациям компании «Пепсико». Телефон студии 6510-99, 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Присоединяйтесь к нашей беседе. Я хотел бы сосредоточить ваше участие, уважаемые слушатели, на следующем моменте. Мы не обсуждаем, должна ли быть социальная ответственность, в чем она должна выражаться, на ваш взгляд. Еще раз повторю, мои гости уже в общих чертах, в какой-то момент и в конкретике, нарисовали свое участие в этом мероприятии. Социальная ответственность – это, прежде всего, благотворительность, которую мы многократно уже упоминали. И социальная ответственность в части взаимодействия, как минимум, со своими сотрудниками, правильно? Да. Вот. Значит, Марина рассказывала о том, что достаточно важная составляющая социальная ответственность – это взаимоотношение с государственными структурами, что бывает не так легко. Правильно, Марина? Да, абсолютно. У вас есть, кстати, опыты вот этого нелегкого взаимодействия с некими, так сказать, чиновниками? Ну, как вы понимаете, я не буду вам приводить конкретные примеры. Ну, вы могли бы привести конкретные примеры, не упоминая конкретных фамилий? Такие примеры были. Я не могу сказать, что они были какими-то… Катастрофическими, выпиющими. Да. То есть, действительно, редко, уже сейчас, слава богу, это происходит редко, когда местные администрации пытаются решить какие-то свои социальные вопросы за счет бизнеса, при этом не учитывают интересы бизнеса. Вот здесь вот это очень важно. То есть, чаще всего мы находим общий язык… А это всегда, извините, это всегда поиск какого-то компромисса, я правильно понимаю, да? Абсолютно верно. То есть, приходит бизнес и говорит, я могу сделать то-то, то-то, но для этого мне надо то-то, то-то. И, соответственно, местная администрация должна понимать, что если это то-то, то-то бизнесу не предоставит, тогда у нее теряется мотивация некая. Все верно. Знаете, здесь мы видим изменение отношения администрации к нам как компании в связи с тем, что раньше просто даже у них не существовало такого понимания, что с бизнесом… Что у бизнеса есть интерес какой-то. Что, во-первых, есть интерес и что у западного бизнеса есть свое четкое понимание, как должна выстраиваться благотворительность, как должна выстраиваться социальная ответственность. Марина, я прошу прощения, вы упомянули западный бизнес. Это принципиальное значение? То есть, для российского бизнеса находились точки… Хотелось вот прямо так противопоставлять, но, наверное, все-таки вот эту культуру, которая сейчас очень бурно развивается, и нельзя отрицать именно роль западного бизнеса. Безусловно. Именно действительно это пришло с запада, и непосредственно сама концепция социальной ответственности, она пришла к нам с запада. Поэтому, конечно, проводниками этой культуры были прежде всего западные компании. И не секрет, что, конечно, администрациям намного проще было найти общий язык с российскими компаниями в решении каких-то вопросов, чем, например, с западным бизнесом, у которого устоявшаяся культура, устоявшаяся стратегия развития и корпоративные политики. — О ментальности говорим здесь традиционно, нет? Ну, россиян, что называется, россиянин, россиянина проще понять, чем человек из зубов. — Вы знаете, можно говорить о ментальности, знаете, в каком аспекте это то, вот, например, с чем я столкнулась, общаясь, например, с журналистами в регионах. — Так. Ну, тема общения с журналистами уже мне интересна. Я прошу прощения немножко, мы чуть позже, да, к ней вернемся. Или к вам вопрос. Во-первых, у вас были, ну, вот в силу специфики вашего бизнеса, примеры взаимоотношений с какими-то административными структурами, ну, и, может быть, отрицательные или положительные? — Да, конечно, неизбежно сталкиваемся с разного рода сложностями при общении с властными структурами. Конечно, вот я присоединюсь к комментариям Марины о том, что проводниками вот благотворительно-волонтерских инициатив были западные, западные компании, западные марки. В нашем вот случае это конкретно марки. И первое, что мы столкнулись, когда приходили в парке, когда хотели делать уборку, облагораживание территории вот с маркой Timberland. Мы говорили о том, что мы поддерживаем инициативу марки, мы пришли к вам в парк, хотим убраться, мы, мы волонтеры. Первое, что было, перечисляйте деньги. — Мы сами уберемся, да? — Мы сами уберемся, да. — Здорово, здорово. Вот вам, пожалуйста, социальная ответственность. — Структуры государственной структуры. — Да, да, да. — Забавно. — Вот, что было совершенно для нас неприемлемо. — Неприемлемо. — Вот, мы пришли с нашим коллективом, мы пришли с нашими инструментами. Единственное, что нужно было от парка. — Мы пришли с благими намерениями, что самое это главное. — Да, 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 да. Реакция была, перечисляйте деньги, мы сами разберемся, как убраться. — Забавно, забавно. — Ну, времена действительно меняются. — Я хотел бы сказать, это было какое-то время назад, наверное. — Да, это было какое-то, совершенно верно, это было какое-то время назад. И вот последние года два-три, я бы так сказала, уже с пониманием. Видимо, сменилось и руководство в парках. — Или там научили уже, да? — Отношение другое, да. И воспринимать наши инициативы стали, волонтерские программы стали по-другому. И я могу сказать, что вот в последних наших инициативах мы сталкивались с хорошим, правильным пониманием. Вот буквально в этом году мы в Кузьминках, в Кузьминкском парке делали посадки. И впечатление от общения с властями парка было абсолютно корректным, очень правильным. — А тот вот, интересно, негативный этот пример, не там же, не в Кузьминках состоялся? — Нет, нет. — Мы могли бы говорить уже, да, вот как изменяется тенденция эта, тенденция. — Нет, это был другой парк, не буду сейчас называть, да, 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 вот. А вот в Кузьминком парке было, действительно, и самое приятное было то, что директор парка сказал, спасибо, что вы пришли к нам не шашлык готовить, а действительно проводить волонтерские программы. — И пользу, пользу. — Пользу делать, да, для всех, да. — Нет, здорово, здорово, здорово. У нас есть звонок, давайте послушаем, послушаем нашу слушательницу. Настя, добрый день, вы в эфире говорите, пожалуйста. — Добрый день. — Я вот слушаю внимательно вашу беседу, у меня вот какой возник вопрос. Расскажите, а вот социальная ответственность, она вообще влияет как-то на репутацию компаний? — Ну, то есть, о чем идет речь, да? Компания, у которой много социально ответственных программ, она круче, чем та, у которой их не так много. — Ну, да, приблизительно это я имела в виду. Или, допустим, растет ли престиж этой компании в глазах государства, и получает ли эта компания какие-то льготы или какие-то привилегии от государства. — О, да, льготы и привилегии — это хорошая тема. И, кстати, надо же пропиариться еще, наверное, да? А вот Марина заулыбала. Спасибо, Настя, огромное за вопрос. — Спасибо. — Да, Настя, спасибо большое за вопрос. Я скажу так, что реализовывая социальные какие-то программы, либо занимаясь социальной ответственностью, бизнес не делает это прежде всего для того, чтобы пропиариться. — Я не обидел, кстати, я прошу прощения, конечно, за этот термин. — Либо для того, чтобы каким-то образом улучшить отношения, например, с государственными структурами. Это не основная цель. Мы все-таки понимаем, что, как я уже говорила ранее, социальная ответственность — это все-таки часть вообще бизнес-подхода. Поэтому говорить о том, что это компании делают ради такой цели, это неправильно. Но в то же время мы понимаем, что если мы делаем что-то хорошее, то мы имеем право рассказать об этом людям. И мы хотели бы, чтобы люди, например, выбирая нашу продукцию, они знали о том, что компания... — Вот, кстати, вопрос от слушательницы. Настя звонила, она сформулировала это именно так. — Так вот, компании, которые активно социальную ответственность продвигают, имеют преференции в бизнесе по сравнению с тем, кто занимается этим вяло. Ну или так, Марин, пользуясь вашей терминологией, компании, в которых прописано в стратегии развития социальной ответственности, существуют, наверное, компании, которые там пробел. В стратегии развития нет социальной ответственности, они этим не занимаются изначально и даже не планируют. Вот у них есть какие-то конкурентные преимущества на рынке? — Если мы говорим, наверное, все-таки о каких-то там льготах и преференциях со стороны государства, то скорее нет. — Скорее нет? — Да, потому что нет... — Ну, в частности, не вы, я так понимаю. — Да, для нас это второстепенное значение имеет, про эти льготы, в общем, на них не рассчитаны. — Нет, нет, да, речи об этом не идет. — Но я хочу вот буквально секундочку перебью. Часть, ведь вопрос состоял из двух частей. Первая часть имеет ли какие-то, ну, имидж с точки зрения имиджа, а вторая часть — это вот льготы. Вот с точки зрения имиджа я считаю, что это действительно важный момент, по крайней мере при прочих равных условиях, когда кандидат в поиске работы для многих, особенно молодежи, это является важным моментом при выборе работы. — Серьезно? — Да. — То есть... — На собеседованиях очень часто это задают вопросы, интересуются. — А как это звучит? Вопрос очень интересный. — Чем занимается компания? Какие есть еще, кроме бизнеса, интересные проекты, интересные активности в компании? — Вот сейчас-то к вам пришел молодой человек, сотрудник, и он говорит, волонтерскими проектами занимаетесь? — Они не говорят волонтерскими. — Ну, понятно, это слово специфическое. — Какие есть разные, да, не все даже знают, что это называется волонтерские. Просто чем еще, что еще есть, кроме проведения бизнеса? — И в конечном итоге вот это может стать решающим, да, каким-то аргументом? — Да, при прочих равных условиях, да, это может быть, да. — Замечательно, замечательно. — Особенно, говорю, заметно среди молодежи. — Да, вот-вот, и это всегда радует, да? — Полностью, да, поддерживаю. Мы периодически проводим исследования кандидатов на различные позиции, и мы видим, что их важность тех программ, которые реализует компания в области социальной ответственности, играет все больше и больше роль. То есть, конечно, это пока еще не стало первым местом. — Ну, это определение, наверное, не может быть первым местом. То есть бизнесом заниматься для того, чтобы… — Да, то есть, безусловно, для человека на первом месте все-таки остается как сама позиция, так и уровень оплаты труда. — Конечно. — Но вот потом уже человеку не все равно, в какой компании он будет работать, какой репутацией обладает компания. И вот как раз, да, отвечая на вопрос Насти, большую роль в формировании этой репутации играют как раз различные благотворительные и социальные программы, которые реализует компания. — Здорово, здорово, здорово. Еще один звонок, давайте мы до следующих новостей, ну, как минимум, услышим его, а может быть, даже и успеем ответить. Итак, Николай, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. — Да, добрый день, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что нужно ли мотивировать бизнес к благотворительности? И, собственно, если да, то… — Ну как? — То именно может послужить стимулом вот к такой мотивации бизнеса. — Спасибо, спасибо огромное, Николай. Интересный вопрос, очень, на мой взгляд. Нужно ли действительно бизнес? Ну, вот мы опять вспоминаем, да, у нас есть… — Хочется спросить, кем он должен быть мотивирован? Если государством, то однозначно нет. — Ага, ага, логично, логично. Кем он, да? Кем он должен быть? Или как, ну, а в принципе, как… Ну, давайте так, по порядку. — Мне кажется, что это должна быть самомотивация. — Да, мне тоже согласна с этим. — И прежде всего, действительно, бизнес сам должен определять, в каких областях где реализовывать эти программы. Чтобы они, в том числе, приносили пользу и самому бизнесу. — Хорошо, я так как-то очень поторопился, наверное, да, вот обсуждая ваше предложение, Марина, вы говорите, кем он должен быть мотивирован? Если государством, то категорически нет. Ира, а почему нет? Если государство, ну, я не знаю, там, каким-то образом поддерживает, да, те компании, которые проводят вот эту активную социальную политику, социальную ответственность. Почему бы? — Ну, мне кажется, действительно, компания сама должна определять, каким образом они должны формировать эту социальную ответственность, на каком уровне, под каким градусом, в каких направлениях. — Ну, то есть мы сейчас говорим о какой-то сознательности бизнеса, да, социальной сознательности. — И ответственности. — И ответственности, ну да. Звучит, вот мне кажется, не очень убедительно все-таки, да, сознательный бизнес. Или нормально? — Чем дальше будет общество развиваться, тем больше этот термин будет приживаться, и тем меньше будут подобных вопросов возникать, что это звучит как-то не так. Так же, как и раньше социальная ответственность бизнеса звучала странно. — С этого мы начинали. Спасибо. Значит, еще раз мы прервемся, новости на Финам.ФМ, и потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, последняя часть эфира. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Мы обсуждаем сегодня тему социально ответственного бизнеса. В гостях у меня Ирина Кочигина, руководитель отдела маркетинга группы компании «Джамилько» и Марина Зибарева, директор по коммуникациям компании «Пепсико». Собственно, сразу давайте начнем. У нас есть звонок. Начнем с ответа на вопрос от Марии. Мария, добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. — Добрый день. У меня такой вопрос. В последнее время ведется очень много разговоров и даже таких споров насчет того, существует ли прямая финансовая связь между социальной ответственностью и стоимостью предприятия. Вот что вы об этом думаете? Расскажите, пожалуйста. — Ира, Марина, понятен вопрос. Социальная ответственность и стоимость предприятия. Стоимость... А какой стоимости? Капитализация на фондовом рынке или какой стоимость? — Да, да, да. Именно они. — Ага, спасибо. Ну, акции «Пепсико» торгуются на фондовом рынке, на Нью-Йоркской фондовой бирже. Я это прекрасно знаю. — Связь, безусловно, есть, но она не прямая и не очевидная. То есть нельзя сказать, что, занимаясь социальной ответственностью, компания, опять же, да, мы приходим к тому вопросу, для чего она это делает. Повышает свою стоимость на рынке. Скорее, это все-таки опосредованно. Это, опять же, мы возвращаемся к вопросу об устойчивом развитии бизнеса и повышении капитализации, благодаря тому, что компания гармонично развивается. И она не вступает в какой-то конфликт с обществом, с экологией и так далее. Вот что очень важно. — А скорее наоборот, да? — Да. — Ну, я попытаюсь картину какую-то более-менее реальную представить себе. Вот есть, ну, пресловутый интерес домохозяек, да, к американскому фондовому рынку всем известен. Участие их, да, в росте капитализации американских эмитентов. Вот я представляю, да, выбор перед этой, ну, перед этой ДМХ, перед потенциальным инвестором стоит между несколькими компаниями. И одна из них очень широко известна с точки зрения социальной ответственности. И тогда выбор, да, этого инвестора падает именно на эту акцию, он ее начинает активно покупать. И вот вам результат. — Абсолютно верно. — Можно такое представить. Мне кажется, это замечательный выбор при принятии торгового решения. Замечательный. Ну, а каким образом все же, да, вернемся к этой больной для меня теме, Ира, Марина. Каким образом все-таки, да, россиянин, наверное, ну, или там ваш будущий партнер, ваш будущий клиент узнает о том, что вы активно занимаетесь социальной ответственностью, мы говорим о средствах массовой информации. И, насколько я понимаю, у вас уже есть некие, или уже давно сформировались некие претензии, да, Ира, к средствам массовой информации. — Да, это так. — Потому что, как всегда, ничего хорошего от них мы с вами не видим, не слышим, да, все только наоборот. Расскажите, пожалуйста, Ира. — Да, я разделяю ваши комментарии. Действительно, средства массовой информации не очень поддерживают тему благотворительности. Почему-то есть предвзятое мнение о том, что, скорее всего, читателям, зрителям это будет неинтересно. Есть устойчивое мнение у СМИ, что это исключительно нужно только для того, чтобы пиарить, продвигать компании сами. А вот та суть благотворительных или волонтерских инициатив, которые предлагаются компаниями, почему-то замалчивается в СМИ. И сколько раз мы не предлагали наши потребительские бизнес-потребительские СМИ практически стараются про это не писать. Крайне редко появляются обзорные статьи о разных типа благотворительности, но это бывает раз в 10 лет. — Я правильно понимаю, то есть у средств массовой информации, ну, наверное, огульные, обо всех не будем говорить, да, но вот... — Например, о вас не будем. — Да, про вас не будем, да. — Спасибо вам за такую прекрасную тему и эту передачу. — Ну, тогда будем о нас говорить, только в другом контексте немножко. — Так вот, у средств массовой информации, у некой ее части, да, именно вот, как Ира правильно сказала, предвзятые отношения, у них такая вот негативная позиция, фи, они говорят фи, да. Если бизнес занимается благотворительностью или он, значит, какие-то волонтерские или другие примеры, о которых мы говорили сегодня, продвигает, фи, они говорят, скорее всего, это просто чистый пиар. — Причем, я могу сказать, сами представители СМИ могут прийти на волонтерские наши инициативы, они приходят. — Порадуются, да. — Порадуются, как здорово, как хорошо, что вы это придумали. Мы с удовольствием с вами вместе уберемся, все расскажем, причешем, все сделаем, а потом... — А на утро я читаю, да, а на утро я читаю. — Ничего нету. — Ужас какой-то. — И не пишут. — Марина, это больная тема, я помню, да, для вас тоже. — Да, к сожалению, тоже, да. — Да, мы сталкиваемся с такими проблемами тоже, видим, что наши акции, наша деятельность не находит отражения в средств массовых информации, либо поступают, особенно от региональных изданий, запросы на том, чтобы это опубликовать на платной основе. — Ага. — Опять же, ссылаясь на то, что это вы работаете, так сказать, на свой имидж. И здесь как раз мы можем говорить о социальной ответственности средств массовой информации, которые должны, в общем-то, понимать, что если они не будут играть в этом важную роль и заниматься просвещением общественности в широком смысле этого слова, то, в общем-то, и интереса не будет. — И мы уже видим, что на самом деле интерес общественности растет, и они все больше и больше получают эту информацию, минуя традиционные средства массовой информации и прибегая к социальным. — Вот как раз в социальных медиа, различных социальных сетях образуется сообщество, которое делится этой информацией, и компании тоже к этому причастны. — И мы видим, что интерес-то со стороны общественности есть. Поэтому я не соглашусь с теми средствами массовой информации, с журналистами, которые говорят о том, что это неинтересно общественности. Это интересно, просто... — Это очевидно, да. Я думаю, что все-таки будем считать с вами, что это меньшая часть средств массовой информации, потому что, мне кажется, абсолютно нелогичная точка зрения, вот эта вот сейчас озвученная. — Это не может быть неинтересно, это не может... — С другой стороны, вот я как раз зацепился за фразу Марины, да, что некоторые предлагают это дело оплатить, потому что это ваш пиар, это ваша реклама, давайте денег. Ну вот здесь она, конечно, тоже абсолютно неэтичная, да, точка, так сказать, позиция, но, по крайней мере, каким-то образом хоть оправдывает, да, то, что средства массовой информации в данном случае формулируют. Хотя, еще раз повторю, конечно, это из ряда вон, это из ряда вон. Я согласен. — Хотелось бы, да, чтобы действительно, раз уж мы говорим о ответственности всех сторон, чтобы все-таки действительно средства массовой информации воспринимали это не просто как источник дохода, а как в том числе свою ответственность. — Да, ну и потом опять мы говорим, да, что мы живем в едином пространстве социальном, и, естественно, каждый ради этого благого дела должен носить свою лепту, вот и все. Собственно, мы друг от друга практически ничем не отличаемся, мы делаем одно и то же дело просто разными способами. Ну и об одном из них, об этом способе, да, делать благое дело вновь давайте мы поговорим. Осталось у нас немножко времени. Я еще раз проанонсирую. Уважаемые слушатели, с 23 по 25 августа 2013 года на территории Москвы и Калужской области пройдет велопробег «Спорт во благо» поддержку детей Сидром Дауна. 25 августа все желающие примут участие в финальном заезде Лужники, Красная площадь и велопраздники на Васильевском спуске. К ульминации велопробега станут движение колонн по перекрытому центру Москвы, слово «перекрытому» я подчеркиваю, от Лужников до Васильевса спуска и праздник на Красной площади. К финишному заезду присоединяются все желающие. Регистрация участников по адресу www.sportvoblago.ru И буквально два слова, расскажите поподробнее, да, что это за велопробег, как он будет выглядеть, кто принял участие. В этом году велопробег будет также традиционно проходить по трассе Подмосковья, 180 километров, в течение трех дней, как вы анонсировали. Будет прекрасная погода, я уверена, как обычно. Мне нравится эти подготовки, будет прекрасная погода. Да, да, да. Ну, я просто в двух словах. Основная задача фонда является помощь социализации людей с синдромом Дауна. И специфика данного велопробега, что в велопробеге участвуют как раз и люди с синдромом Дауна, и родители детей с синдромом Дауна. Как раз вот помощь в социализации, это один из способов как раз показать, что эти люди не изгои, что они могут быть социализированы. И вот этот велопробег один из способов это проявить. В каждой команде будет или родитель, или сотрудник, человек с синдромом Дауна, который, ну, естественно, в состоянии на велосипеде преодолеть данный маршрут. И будут происходить много соревнований, как на скорость, так и на какие-то креативные, интересные, творческие проекты в рамках, естественно, велосипедных гонок. Будут соревнования команд. Это всегда очень интересно, очень развлекательно и познавательно, потому что организаторы придумывают всегда очень необычные конкурсы. Кстати, ваши сотрудники, да, вот в кассе волонтеров тоже наверняка будут, да, принимать участие? Да, обязательно. Мы уже в течение нескольких лет участвуем. И я могу сказать, что это у нас огромный конкурс. Количество желающих растет с каждым годом, да. И не каждый еще попадет, да? Не каждый попадет, конечно, нет. Помимо спортивных определенных достижений, человек должен проявить себя и творчески. Потому что иначе будет очень скучно. Очень скучно. А скучно быть не должно. Да, и поэтому мы стараемся, чтобы это были самые лучшие со всех сторон. Чтобы сотрудники действительно смогли почувствовать командный дух. Чтобы они смогли получше почувствовать, что это такое быть немножко не таким, как все. Тем не менее, быть со всеми. Вот это важно, да, чтобы быть со всеми. Помочь социализации этих людей. Я понял. Спасибо огромное. Марин, несколько слов, буквально там 15 секунд, да. Вот ваше обращение к нашему. Да, я хотела дополнить к тому, что сказала Ирина. Очень важно действительно, чтобы сотрудники принимали в этом участие. Чтобы это не была акция, которая нужна вот компании, какому-то отделу, который реализует. Чтобы все-таки это исходило от самих сотрудников. И наши программы, которые мы реализуем, они тоже имеют своих волонтеров. И некоторые из них, они даже были инициированы сотрудниками. Только так мы можем действительно приносить пользу обществу, когда это делается искренне, самими сотрудниками. Да, от всего сердца. Спасибо огромное. Я с вами согласен. Уважаемые слушатели, сегодня в студии Ирина Кочигина, руководитель отдела маркетинга группы компании «Джамилько» и Марина Зибарева, директор по коммуникациям компании «Пепсико». Мы обсуждали с моими гостями тему социально-ответственной бизнеса. Вы слушали наш эфир. Я надеюсь, вам он понравился. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.